В Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая прошла официальная церемония гашения марки. Иначе говоря, презентация нового знака почтовой оплаты. Приурочен он к 150-летию со дня рождения выдающегося художника, мыслителя и общественного деятеля Николая Рериха. Почта России, конечно, не могла остаться в стороне и внесла свой вклад в сохранение культурного кода страны. Она выпустила в честь юбилея почтовую марку, конверт и художественный штемпель. Штемпель первого дня мог получить каждый, но в зале были в основном коллекционеры. Некоторые даже принесли специальные конверты, которые выпускались в Новосибирске в честь 135-летия Рериха. В соседнем регионе церемония гашения происходит куда чаще, чем в Алтайском крае. Мы делали специальный штемпель к ночи музеев. Это тоже уникальная мировая акция, но всероссийская уж как минимум. И мы штемпелевали как раз-таки специальный штамп был «Ночь музеев» одного из годов. Юбилею, по-моему, 15 лет ночи России было. «Ночь музеев». В общей сложности по России выпущено 3500 марок с изображением Николая Рериха и его картины «Строят ладии». Но в главное почтовое отделение Барнаула доставили только сотню. Еще меньше привезли конвертов. Лишь 30. Больше поставок не будет. Штемпель тоже можно получить лишь сегодня и завтра. Однако опытные коллекционеры уже все закупили и собираются использовать почтовую продукцию по назначению. Знак того, что этот блок, этот конверт был отправлен именно из Барнаула в этот день с заказной корреспонденцией, нумерованной. То есть подтверждение полное, что мы были здесь, что мы участвовали в этом мероприятии. Не исключено, что следующее подобное гашение марки будет через 5 лет. По словам директора Гмилика, региональное министерство культуры хочет приурочить мероприятие к столетию со дня рождения Василия Макаровича Шукшина. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова